Орис Джонсон застрял на полосе невезения. На ферме в шотландском Абердини он решил показать силу, позируя с мощным быком породы ангус. Но удержать его не сумел. Животное потянуло за собой премьер-министра, толкнув при этом одного из телохранителей. Пока Джонсон вникал в тонкости производства говядины, в Лондоне из него самого делала отбивную парламентская оппозиция. Оппоненты премьер-министра решили, что они не позволят провести досрочные выборы до 31 октября, даты на которые назначен Брексит. Для Джонсона это означает то, что он не сможет сформировать правительство большинства. И если не получится договориться с Евросоюзом о новых условиях выхода, то парламент обяжет его просить об еще одной отсрочке Брексита. Тогда уже Джонсону наверняка придется уходить. Это совсем не теория. Я готов к конкретному рассмотрению этого вопроса. Я хочу, чтобы мы закончили с Брекситом. По-моему, люди в этой стране хотят того же. Выступая перед полицейской академией Йоркшира, он заявил, что ни при каких обстоятельствах не будет просить об отсрочке Брюссель. Можете ли вы гарантировать британцам, что не вернетесь в Брюссель с просьбой о новой отсрочке Брексит? Нет. Конечно могу. Я лучше буду лежать мертвым в канаве, чем попрошу отсрочки. Но тут уже стало плохо женщине полицейскому, стоявшей за спиной премьер-министра. С вами все хорошо? Мне жаль. Думаю, это сигнал для меня, что пора закругляться. Глава полиции Йоркшира сегодня заявил, что учащихся академии использовали как декорацию для политических заявлений премьер-министра. Газеты подловили Джонсона на том, что он заимствует приемы у Дональда Трампа, который любит подобные эффекты. Помимо посещения академии, Джонсон прошелся по улицам города Лиц и услышал массу неприятных для себя вещей. Вы должны быть в Брюсселе на переговорах, но вы здесь, в Лице. Покиньте мой город. Я скоро уеду. И только добравшись до Шотландии, Борис Джонсон обрел спокойствие. Так называлось судно, на котором его прокатили местные рыбаки. На борту премьер-министра угостили блюдом из свежей рыбы, которую он с аппетитом поел. Но не обошлось без негатива. Отправившись на рыбный рынок, Джонсон столкнулся с критикой и здесь. Вы уничтожаете нашу промышленную отрасль. Тот бюджет, который вы выделяете, недостаточен для развития. Мы работаем в убыток. Острые разногласия и в ближайшем окружении премьер-министра. Сначала младший брат Джонсона Джо покинул правительство. Теперь сестра Рейчел заявила, что Борис единственный, кто верит в Брекзит в их семье. Борис в меньшинстве. Он единственный, кто считает Брекзит хорошей идеей. Наша семья верит в факты. Но сейчас эта ситуация дошла до напряженного, даже абсурдного уровня. Впереди у Джонсона ужин с королевой Елизаветой II в ее шотландской резиденции Балморал. Ранее премьер-министр использовал королеву для того, чтобы приостановить работу парламента. Что само по себе не лучшее начало для развития отношений с монархом. К тому же итоги этой затеи оказались печальными. Правительство проиграло оппозиции и оказалось в парламентском меньшинстве. У Джонсона теоретически остается шанс согласовать условия выхода с Брюсселем. Переговоры идут. Но представители Евросоюза день за днем повторяют одно и то же. Новых предложений от Лондона по-прежнему нет. Председатель Европарламента Давид Сосоли заявил, что ему очень тяжело понять, чего хотят британское правительство и парламент.